Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принял ряд мер по недопущению распространения COVID-19 в республике. Так, с завтрашнего дня, с 26 января по 5 февраля, включительно все школы республики переводятся на дистанционный режим обучения. Временно приостановлена работа учреждений дополнительного образования детей. На дистанционный режим обучения также переходят студенты вузов и СУЗов Карачаева Черкесии. Медицинская организация первичного звена здравоохранения переведена на экстренный режим работы. Плановая медицинская помощь временно приостановлена. Напомню, в регионе сохраняется требование о переводе не менее 30% работников учреждений и предприятий на удаленный режим работы и самоизоляция для лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Кроме того, сохраняется требование к отношению средств индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдение социальной дистанции в учреждениях общепита, всех мер эпид-безопасности. Глава республики призвал жителей проявить осознанность, быть внимательными к своему здоровью, к окружающим нас людям. При первых же симптомах оставаться дома и обращаться к врачам. К населению республики сегодня обратился и министр здравоохранения Казим Шаманов. Он отметил, что принятые решения сложились из-за эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости сезонным ОРВИ и COVID-19. Планируют организовать медицинские бригады, которые будут оказывать профессиональную помощь на дому. А врачи говорят о достаточно легком течении омикрон. Штамма – это боль в горле, легкое недомогание, небольшая температура. Данное заболевание, как вы уже все слышали и знаете, характеризуется в первую очередь высокой заражаемостью. Мы видим и сталкиваемся с ситуацией, что в некоторых регионах России, в некоторых странах, где сегодня омикрон достиг пика заболеваемости, очень много медработников сегодня выбрали из строя. И оказывать квалифицированную медицинскую помощь, ложиться на плечи тех, кто еще остался в строю, это достаточно тяжело. Не каждая система здравоохранения готова это выдержать. Сегодня министр образования и науки Республики Инна Кравченко тоже прокомментировала сложившуюся ситуацию о переводе на дистанционный режим обучения. Она сказала, что в общеобразовательных учреждениях проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди учащихся и педагогических работников. На сегодняшний день он показал, что 15 образовательных организаций полностью переведены на дистанционный режим работы. Частично на такой формат перешли 156 классов. То, что касается дошкольных организаций, то в них тоже частично закрыты группы. По сложившейся ситуации курирующим министерством проводится работа со всеми муниципальными образованиями. Также в части эта работа проводится и с руководителями средних профессиональных образовательных организаций, поскольку и среднепрофессионально-образовательные организации на этот же период будут переведены на дистанционный формат работы. Будет организована работа в части технического обеспечения и методического сопровождения педагогических работников, а также учащихся. Региональным координатором, которым на сегодня у нас выступает Республиканский институт повышения квалификации работников образования, будет организована работа в помощи, в поддержку как педагогическим работникам, так и родителям. На сайтах всех образовательных организаций, в том числе Министерства образования и науки, с сегодняшнего дня будут размещены контакты ответственных и телефоны горячих линий. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в Республике составило 33 904 человека, из них 30 601 выздоровел, 299 человек госпитализированы. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Организация работы системы здравоохранения и уровень вакцинации населения в резерве, в разрезе городов и районов осуществляется достаточно на хорошем уровне. Органами госвластия Карачаевского городского округа ведется постоянная профилактическая поработа на тему вакцинации. Акцент делается на многочисленных примерах, когда прививка помогла людям перенести заболевания в легкой форме. Еще одним фактором снижения распространения инфекции является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а также ограничения, введенных в Республике с 27 октября прошлого года. Контрольные мероприятия проводятся в организациях торговли на транспорте и других местах массового пребывания людей. Рабочая группа выезжает совместно с Роспотребнадзором, по необходимости привлекаем и сотрудников полиции. В первую очередь рейды направлены на обследование территории курортных зон Тиберда и Донбая. Это гостиницы, кафе, места, где люди там собираются больше всего, канатки, неканатки. Все это обследуется. Как таковых грубых нарушений нигде не выявлено. Делаем замечания, есть даже протоколы составляли. Но, в принципе, обстановка на данный момент под контролем. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных автодорогах Крачево-Черкесии, Пурдор, Кавказ в круглосуточном режиме ведет работу по зимнему содержанию. Вечером вчера и сегодня с 6 утра задействовали 34 единицы спецтехники и порядка 40 дорожных рабочих. Против скользкости на дорожном покрытии за сутки подсыпано 1160 тонн противогололедных материалов. Ограничения или затруднения движения на участках федеральной сети отсутствуют. Дорожники освобождают федеральные трассы от снежных заносов и лавин, очищают проезжую часть от снега, а также борются с наледями и скользкостью. Помимо этого, расчищают тротуары, посадочные площадки, автобусные остановки, устраняют снежные валы на обочинах, а также очищают дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры и направляющие устройства. Специалистами УПРДОР «Кавказ» налажено круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС, ГИБДД и Северокавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для отслеживания температуры поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлены дорожные метеостанции. Ввиду неблагоприятных погодных условий призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии С минус 8, а днем 2 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Продолжаем выпуск. Накануне Москве в Национальном центре управления обороной России состоялось торжественное открытие выставки, посвященной столетию образования Карачаева-Черкесии. Экспозиция организована в знаковой для республики под инициативой министра обороны России Сергея Шойгу. Глава республики Рашид Тимрезов в преддверии открытия выставки вместе с замминистра обороны Юнусбеком Евкоровым осмотрели экспозицию «100 лет государственности Карачаева-Черкесии», где представлено уникальное культурное наследие народов нашей республики, предметы национальной одежды и быта, ремесленные изделия и памятные медали. Также ознакомились с экспонатами военного времени. Здесь представлены личные вещи и боевые награды наших героев-выходцев из Карачаева-Черкесии, которые отважно сражались с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны и доблестными подвигами обеспечили мир и свободу. Сегодня день российского студенчества. Все студенческое общество поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Отрадно видеть, как стремительно развивается студенчество в Карачаево-Черкесии. Учащиеся вузов и СУЗов сегодня не просто будущие специалисты, но и активные граждане своей страны. Они реализуют множество социально значимых проектов, вступают инициаторами решения важных молодежных вопросов и, нельзя не отметить, вдохновляют нас, взрослых людей. «Хочется пожелать в этот день вам, дорогие студенты, еще больше энергии и задора. Пусть намеченные вами непременно сбудется. Вперед к новым победам и званиям», — говорится в поздравлении. Подведены итоги Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», которая в республике проводилась в восьмой раз и была приурочена ко дню российского студенчества. Основной целью акции явилось предоставление общественности полной и достоверной информации о работе Министерства внутренних дел. Победителем конкурса «Эссе», в которых участники делились своими впечатлениями от акции, признан студент Юридического института Северокавказской государственной академии Дмитрий Морозов. Лучшими игроками игры в пейнтбол стал студент Института прикладной математики и информационных технологий СКГА Рассул Салпагаров и студентка Юридического института того же вуза Мариам Баташева. Дипломы и ценные призы им вручил заместитель министра внутренних дел по Крачево-Черкесии Александр Середан. Он поздравил всех с Днем Российского студенчества. В свою очередь представители академии поблагодарили руководство МВД Республики за поддержку студентов и организацию подобных мероприятий. Наша задача все-таки показать нашу открытость, показать ту проблему, с чем мы сталкиваемся, показать, что мы нормальный государственный орган, функционирующий, имеющий и хорошую материальную базу, и хороших специалистов, потому что, я уже сказал, времена совершенно другие, все работают на совершенно другом уровне, и преступность, увы, грамотно очень стала, ну и, соответственно, чтобы противостоять, и нам нужен очень грамотный специалист. База хорошая, так что воспользуйтесь моментом, вам удачи, всех благ. Еще раз, вас, ваших коллег из Днем Студента. Спасибо. Замечательно взаимодействуем. И студенческий десант, вот и в прошлом году, и в этом году. Все, как бы, проходит на очень высоком уровне. Большое вам спасибо, Казин Култанович, тоже всегда рядом, всегда на связи. Сам факт того, что гражданское население видит, как работает орган внутренних дел, оно всегда подразумевает, что возрастает уровень доверия к работе органов. Поэтому со всех сторон, откуда ни за длиннее, мероприятие хорошее. Славной Родиной горжусь. Под таким девизом 18-й гимназии Черкеска стартовал месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы, посвященной Дню Защитника Отечества. 77-й годовщине Великой Победы и памяти бывшего директора данной гимназии Юрия Дальнильченко. На открытии месячника побывал и наш корреспондент Альхан Лепшоков. Наша задача сохранить память о боевых подвигах наших предков. И подобные мероприятия позволяют прививать подрастающему поколению любовь к отечеству и историческому наследию страны. На мероприятии учащиеся в 18-й гимназии Черкеска читали стихи и исполняли песни военных лет. Организатор отмечает, что проведение таких месячников стало уже доброй традицией. Конечно же, патриотическое воспитание школьников имеет самое главное место в нашей жизни, потому что воспитывать достойных граждан своего отечества – это самая главная задача всего нашего государства. И мы, в частности, наш коллектив, наша гимназия делает все возможное, чтобы наши дети очень активное участие принимали в данном мероприятии, во всех тех мероприятиях, которые запланированы в рамках данного месячника. Ежегодно принимая участие в этих всех мероприятиях, наша гимназия очень достойно представляла себя. Мы занимали самые высокие призовые места. В ходе мероприятия ребята поведали собравшимся о важных военных исторических датах страны. Помимо этого, главным украшением открытия месячника стали музыкальные выступления учащихся. Наш покойный директор-подполковник Юрий Данильченко особенно уделял внимание патриотическому воспитанию школьников. И сегодня мы также продолжаем держать высокую планку, принимая участие в общественной массовой работе, отмечают работники 18-й гимназии. Он очень детей любил, и мы живем по его правилам, по его традициям, которые он создал. Мы традиционно проводим каждый год парад юноармейцев, в день его рождения проводим. Мы проводим турнир по волейболу памяти Данильченко, ну и многое другое. По отдельному плану мы очень много проводим мероприятий. И дети наши с удовольствием участвуют и в классных, и в нешкольных мероприятиях. Также в коридоре общеобразовательного учреждения ребята продемонстрировали мини-сценку «Солдаты отдыхают в землянке». Принимая участие в месячнике, мы изучаем нашу героическую историю и стараемся сохранить память о доблести предков, отмечают дети. Мы 5-й Б-класс, показываем сценку «Землянка», как солдаты отдыхают после войны. Месячник будет проходить в период с 24 января по 24 февраля. В течение этого времени школьники будут принимать активное участие в различных мероприятиях. Алиханепшоков, Максим Долгов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Скальфосовский». Субтитры создавал DimaTorzok